Нам с Москвы, но очень много времени проводят на Кавказе, и мы с вами вот предыдущий час рассказывали, говорили об открытии комет и астероидов, а вот Стас нам рассказывает сейчас про открытие на астроферме. Стас Короткий, друзья, аплодисменты, встречаем, всегда очень интересные выступления. Добрый вечер, надеюсь, сейчас появятся слайды моей презентации, сейчас поможет. У меня, к сожалению, ограничено время, как у всех выступающих, всего 40 минут, поэтому начнем сразу. У нас существует астроферма, которая расположена на Кавказе, Архыс, там же, где находится самая крупная обсерватория в России, в САУ, и мы существуем уже порядка 12 лет. В нашей астроферме присутствуют два направления. Это коммерческая деятельность, в рамках которой мы принимаем любителей астрономии, проводим для них экскурсии, наблюдения в телескопы, обучаем их мастер-классам, лекции проводим, ну и на заработанные деньги строим обсерваторию, где, собственно, и делаем открытия научные. У нас сейчас... У меня, к сожалению, микрофон периодически отключается. У нас сейчас работает крыша-откатная площадью 18 метров, которая обладает площадью 3 на 6 метров. В ней сейчас установлено 6 телескопов, они полностью дистанционно. К сожалению, у меня, видимо, села батарейка. Спасибо. Раз, два, три. Отлично. В этом году... Дело в том, что я рассказывал об успехах нашей обсерватории, вернее, о принципах ее работы год назад. За этот год мы успели поставить автоматизированную крышу откатную, написали к ней программное обеспечение, которое позволяет управлять обсерваторией... Ага. Значит, тут, видимо, видеоролики не играют. Ага. Программное обеспечение позволяет управлять куполом как дистанционно, то есть откатной крышей, так и на месте наблюдений. Давайте переключим презентацию. Основной тематикой нашей работы является поиски новых звезд. Это двойные звезды, в основном белые карлики и красные карлики, которые расположены очень близко друг от друга. Кстати, есть общее заблуждение, что новые звезды — это именно взаимодействие с красными гигантами, но это не так. Если бы были именно красные гиганты, они обладают высокой цветимостью, то на их фоне вспышка аккредитационного диска или белого карлика была бы незаметна. Поэтому новые звезды — это именно присутствие маленького белого карлика и небольшого красного карлика, в котором в случае происходит воровство материи на создание аккредитационного диска и также вспыхивание на поверхности самого белого карлика, когда достигаются критические условия. Для поиска подобных объектов мы используем широкоугольные объективы с полем зрения 8 на 6 градусов. Получаемые снимки мы обрабатываем с помощью программного обеспечения ВАСТ. Оно было написано моим другом Керимом Соколовским. Мы с ним дружим еще со школьных времен. Наши пути немножко разошлись. Он стал профессиональным астрономом, а я стал любителем астрономии. Сейчас он живет и работает в Бостоне. И вот с помощью этого программного обеспечения обрабатываются снимки. А с помощью еще одной программы, которую мы написали, это происходит съемка звездных полей. То есть у нас написаны определенные площадки, их порядка 150 штук, и по ним программа проходит каждую ясную ночь, снимая звездное небо. По какому принципу работает обзор? У нас есть заранее снятые площадки, которые покрывают весь Млечный Путь. Это около 150 площадок. Они сняты еще 12 лет назад, и они являются референсами, то есть стандартами. Снимаем сегодня в эту ночь снимки, и программное обеспечение сравнивает старые и новые снимки и ищет изменения на одну звездную величину любого объекта, который присутствует на данном снимке. Поле зрения, как я говорил, порядка 48 квадратных градусов. Проницание у нас 14-я звездная величина, а на каждом кадре в средней площадке Млечного Пути у нас насчитывается порядка 100-150 тысяч объектов. То есть нужно понимать, что за одну ночь мы снимаем порядка 15 миллионов звезд. Это одна четверть по площади всей небесной сферы. Первый успех, большой, который у нас был, это в 2012 году вспышка новой в созвездии Стрельца. Она вспыхнула до плюс 9 звездной величины. Вот тут показан пример самого момента открытия. То есть это референс, который был снят буквально за полгода, а это два снимка в момент открытия. Мы видим, что по правде присутствует объект, он не меняется, не изменяются его координаты, значит, это по правде трензиент, присутствующий на небесной сфере. Нам тогда очень повезло. В эту же область неба смотрел космический телескоп Стерео. Он по правде является солнечным телескопом, и в его задачу не входит обнаружение таких объектов. Но так как мы знали, что он смотрел именно в область созвездия Стрельца, и туда попадала наша вспышка, то мы скачали снимки с этого телескопа и сами сделали фотометрию, и мы видим вот тут очень качественная кривая блеска вспышки. Обычно, когда происходит открытие, то это всего лишь пару точек на процессе роста, и уже после достижения пика довольно подробная кривая. А тут мы смогли прописать очень подробно всю кривую. Это крайне редкая ситуация и важная для астрофизиков. Потом мы еще открыли три новых звезды. Об одной из них я более подробно сегодня расскажу, которая была открыта буквально пару месяцев назад. Тут показан пример. Это как раз вспышка новой в Стрельце в 2012 году. У нее классическая кривая с падением постепенной косимптоте. И необычная вспышка новой в созвездии Кассиопеи 2020 года. То есть четыре года назад мы еще одну новую открыли. И тут видно, что она, во-первых, очень медленно показывает рост блеска. То есть буквально через неделю, даже больше, чем через две недели после открытия, она только достигла пика. И потом постепенные процессы угасания и поярчания. Вот эти переменности после достижения основного максимума, они до сих пор не имеют физического объяснения. Возможно, что это, например, оболочки, которые были сброшены звездой в процессе предыдущих вспышек. Надо понимать, что практически все новые звезды — это повторные новые, просто у них разные периоды. Какие-то имеют периоды относительно короткие, десятки лет, а какие-то могут иметь тысячи лет накоплений между вспышками аккреционных дисков либо на поверхности белых карликов. И возможно, что каждый пик, который мы видим, это достижение светового эха до тех выбросов, которые были сотни или даже тысячи лет назад. Тут показаны примеры в других находах нашего обзора. Мы видим, тут появляется референс, и на новых снимках мы видим лишнюю одну звездочку. По правде, программа определила, что в этих же координатах должен находиться астероид главного пояса астероидов. Также наша программа может находить кометы. К сожалению, до сих пор она находила только известные кометы, но мы верим и надеемся, что когда-нибудь наступит счастливый момент, и мы вдруг, как Леонид Еленин только что рассказывал, увидим ранее неизвестную комету. Вот тут подписано, что это комета 2020 года, открытая обсерватория ЗТФ, это Паломарская обсерватория. У нас, по правде, был прецедент. Еще когда мы только вводили в эксплуатацию наш проект, еще даже не было программного обеспечения, в 2008 году тогда мы работали с фотокамерами, и мне повезло снять область созвездия Кассиопеи, проблинковать ее, но не повезло тем, что оказалось, на самом краю поля зрения этого снимка находилась неизвестная комета на тот момент. А через дня 3-4 после нашей съемки китайские астрономы открыли вот в этой области уже новую комету. Ну, уже опосля мы, конечно, посмотрели наши снимки и увидели на краю кадра маленькое зеленое пятнышко. Вот это маленькое зеленое пятнышко оказалось кометой. Но так как не идеальная оптика и не было программного обеспечения, то мы не уделили должного внимания этой области кадра. А что еще открываем мы в том числе? Сейчас посмотрим. Ага, перепрыгивает. Еще один тип объектов, который мы в достаточно большом количестве открываем, это вспышки звезд типа УВ-Кита. Это, по правде, красные карлики. Сами красные карлики характеризуются тем, что под поверхностью, под фотосферой, у них огромная область конвекционная. Это то, где происходит перемешивание плазмы. Наше Солнце тоже, по правде, выглядит примерно так же. У нее зона конвекции, а под ней находится зона лучистого переноса энергии. Но только зона конвекции у нас значительно меньше по сравнению с красными карликами в относительных размерах самой звезды. А вот именно зона конвекции создает в большом количестве магнитные поля. Именно эти магнитные поля, индукцирующиеся вот тут, создают магнитные линии, которые выходят над поверхностью звезды и создают, например, солнечные пятна. Я думаю, что вы все слышали, что если вдруг магнитные линии над поверхностью Солнца пересекаются, то что происходит тогда у нас? Солнечная вспышка. И вот на красных карликах тоже происходят вспышки, только мы их называем не солнечными, а, естественно, уже по названию данной звезды. Но обычно их астрофизики называют хромосферные вспышки, потому что они происходят в хромосфере. Но мощность хромосферных вспышек на красных карликах в тысячи, если не в сотни тысяч раз мощнее, чем на Солнце. И в момент вспышки красный карлик на одну-две минуты может стать в десятки раз ярче, чем он есть в обычном своем спокойном состоянии. И вот в этот момент мы видим резкое увеличение в оптическом диапазоне яркости звезды и потом достаточно быстрое, но более плавное падение и прихождение к спокойному состоянию. Вспышки реально длятся минуты. Вот тут вы видите шаг в 60 секунд, и вы можете видеть, что обратное возвращение до спокойного состояния занимает полторы, ну максимум две минуты. Поэтому обычно, когда мы открываем подобное событие, то у нас это выглядит вот таким образом. Сейчас я покажу, надеюсь, сработает анимация. Да, вот она видна. Вы видите набор из трех кадров. Видно, что ничего нет, а потом вдруг вспыхивает и быстро достаточно угасает звезда. Это вот вспышка красного карлика, шаг между кадрами всего 20 секунд. Поэтому вернуться и проверить, по правде ли там была вспышка, практически нет возможности, потому что заранее предсказать, когда снова это повторится, невозможно. Никто никогда не знает, когда произойдет вспышка на Солнце, также никто не знает, когда произойдет на красном карлике. Но в любом случае подобные события фиксируются. Если они присутствуют как минимум на двух кадрах, то они уже являются подтвержденным астрофизическим событием. И вот такие объекты мы открываем. Они у нас есть в списке наших открытий. Вот список всех наших открытий за четыре года. Это с 2020 по 2023 год, включая. Две новые звезды, три карликовые новые звезды, 13 как раз вспышек вот такого типа, как у В-Кита, который я только что описал, и 49 ярких переменных звезд. Что значит яркие переменные звезды? Яркие для нас считаются объекты, все, которые ярче плюс 12 звездной величины. Дело в том, что для таких объектов уже давно составлены каталоги. Обычно их очень хорошо исследуют, эти объекты. И по идее, открыть новую яркую переменную звезду очень трудно, потому что эти звезды наблюдают в течение сотен, даже нескольких сотен лет, постоянно под назором астрономов. Особенно сейчас последние десяток лет. Поэтому открытие таких объектов это уникальная возможность внести свою лепту в видимый, невооруженном, иногда даже вооруженном, но все-таки в бинокль или телескоп инструменты глазом. Вы обратите внимание, что за последний год, вот тут уже показано, именно за этот год, который прошел с прошлого СИБ-Астра, наше открытие, ни одной яркой переменной звезды мы не открыли. Почему? Потому что мы сами вычистили все небо, ища такие объекты среди тех, что нам доступны. Нам недоступна только южная полусфера, то есть если мы поедем туда, то мы, может быть, снова что-то новенькое откроем. А еще к тому же у нас есть ограничения. Яркие звезды, да и вообще все наши открытия, должны обладать одной важной характеристикой. Амплитуда изменения блеска больше, чем одна звездная величина. Если она меньше, то наше программное обеспечение не обращает внимания на подобные объекты. Нам интересны только очень резкие, яркие изменения объектов. И это позволяет нам просевить множество объектов и находить те, которые интересны с точки зрения астрофизики. Но вот как раз в этом году нам повезло открыть новую звезду созвездия Лисички. Сейчас я об этом подробно расскажу. Три карликовые, пять УВ-кита, одно наблюдение гравитационной микролинзы привели, при этом мы ее независимо сами открыли, и вспышка сверхновой. Причем наблюдение мы проводили еще до ее официального открытия. Собственно, об этих объектах я сейчас поподробнее и постараюсь вам рассказать. Сейчас я посмотрю, что у нас со временем. У меня еще минут 15-20 есть. Первый объект, о котором я хотел бы рассказать, это вспышка сверхновой звезды в созвездии Большой Медведицы в галактике М-101. Думаю, вы все должны были слышать о ней, потому что это была яркая сверхновая, которая была доступна практически всем любителям астрономии. Обращаю внимание, что вспыхнула она еще до предыдущего Сибастро. То есть это было 18 мая 2023 года, но, к сожалению, на прошлом Сибастро я не мог вам об этом рассказать. Почему? Потому что есть правило, которое обременяет авторов научных статей не рассказывать о своих открытиях, каких-то важных, до того, как произойдет публикация. Ну вот, слава богу, публикация произошла, поэтому мы можем рассказать. Дело в том, что открытие официальное этой сверхновой произошло 19 мая. Это сделал японский известный открыватель вспышек сверхновых и новых Коичи Итагаки. Он является нашим коллегой, одновременно и конкурентом. Практически во всех случаях, когда мы открываем новую звезду, то он либо подтверждает, что он ее не видел за несколько часов до нас, либо проходит там еще часов в 12, наступает ночь, и он подтверждает, что он тоже ее видит. Либо наоборот, он открывает, а мы тогда подтверждаем, что мы тоже в России ее видим. Так вот, Коичи открыл ее 19 мая вечером. Увидев это сообщение, мы вспомнили, что оказывается у нас идет съемка красивых кадров для получения красивого изображения галактики М101. Дело в том, что у нас есть кроме научных целей, также мы делаем астрофотографии красивые, в этом работе, в основном работает Коля Потапов. И оказалось, что Коля Потапов даже блинковал кадры нескольких ночей. Начал он 15 мая съемку этой галактики, и соответственно 15, 16, 17 мая он блинковал, искал там вспышки сверхновых, но потом подумал, что если три ночи подряд не было вспышек, то вряд ли, что в четвертую что-то произойдет. А вот в четвертую ночь как раз произошла вспышка сверхновой, после этого прошли еще сутки, и только после этого Каичи Тагаки открывает сверхновую уже достаточно яркую, мы хватаемся за голову, лезем в свои архивы и находим, что оказывается у нас видна вспышка сверхновой за сутки. И что самое интересное, в момент, когда она у нас появляется, она находится на очень слабом уровне, и мы по сути видим непосредственно момент рождения ударной волны, распространяющейся внутри сверхновой звезды. Соответственно, максимум достигается примерно через неделю, это огромный запас по времени, поэтому это позволяет нам очень с высокой точностью построить кривую блеска этой сверхновой звезды. Вот тут как раз показаны наши снимки, вспышки сверхновой. Первые два кадра, на которых видно вспышку сверхновой, еще сделаны до момента открытия в Японии. Вот тут показана кривая с наблюдениями до открытия и вскоре после открытия. Вот тут видно серые точки, это наблюдатели, которые не увидели сверхновую, но они поставили ограничения, то есть, например, это система Атлас, расположенная в Южной Африке, которая занимается поиском опасных астероидов, и видно, что она видела до 20-й звездной величины звезды, но не видела сверхновую. А мы примерно через часов, наверное, где-то 7-8 сняли, и уже видим объект около 19-й звездной величины. И только после нас, через примерно часа 4-3, начинают снимать китайские любители астрономии, они тоже видят, потом в Европе начинают снимать, потом в Калифорнии, и только через сутки после нас и Тагаки, вот тут происходит момент открытия сверхновой, и потом уже начинают все остальные наблюдать этот объект. То есть наши точки являются самыми первыми точками в мире вспышки сверхновой. Ну и они вообще, в принципе, являются самыми первыми, которые появляются изображения сверхновой. Чем это интересно? Дело в том, что, так как это оказалось сверхновое второго типа, это красный гигант, который проэволюционировал, у него сформировалось тяжелое ядро, которое содержит железо, то есть у вас исчезает давление света, идущее наружу, и объект просто коллапсирует внутрь, ударяется. То в момент коллапса появляется ударная волна, которая отражается от жесткого твердого ядра, она уже, может быть, превратилась в нейтронную звезду, и распространяется наружу. И вот эта ударная волна, которая отрикошетила от ядра и уходит наружу, она может дать дополнительную вспышку света перед началом роста сверхновой, классического роста. И вот тут показан пример как раз подобного события, которое наблюдал космический селескоп Кеплер, вы видите, тоже сверхновая звезда, ее нету, это уровень фона, и потом резкий всплеск, маленькое падение, и только после этого начинается постепенный, ровный рост до максимума блеска. Вот именно такую вспышку мы увидели, она очень слабая, к сожалению, сейчас я вижу, что анимации не работают идеально, но видно буквально на двух кадрах, перед тем, как начинается постоянный рост, что звезда ярчает, потом снова проваливается, и потом снова начинает медленно, плавно ярчать. Вот на основе этих данных была написана статья, и 13 декабря прошедшего года она вышла в журнале Nature. Вообще в мире всего два журнала, которые считаются самыми высокореферативными в астрофизической среде, это как раз журнал Nature и Scientific, или Science. И вот, собственно, мне повезло уже поучаствовать в двух журналах. С статьей по сверхновой М101 это было в Nature, а в 2014 году я участвовал в написании статьи про Челябинский метеорит. Тогда мы исследовали описание очевидцев, мы собрали 1500 анкет тех людей, которые присутствовали при падении метеорита, и, например, выяснили, что он является электрофонным, что нельзя было выяснить, каким образом с помощью приборов. Электрофонные — это когда вы слышите звук падающего метеорита одновременно с его полетом. Естественно, понятно, что звуковая волна не может распространяться так быстро, потому что расстояние до метеорита тогда было порядка 30 километров от места, где он взорвался в атмосфере, до наблюдателя. Поэтому звуковая волна акустическая должна идти порядка 100 секунд. А если вы слышите одновременно, то значит, это электрофонные события. Такие журналы позволили как раз опубликовать сенсационные открытия. Пойдем дальше. Собственно, пример кривой блеска этой сверхновой звезды, она очень необычная. Это сверхновая второго типа L. Это значит яркая, то есть люминс. И вот тут показаны примеры, какой она должна была бы быть. Это вот по правде. Вот эта слабо заметная тускло-зеленая линия, но она имеет свою необычную форму, которую еще только предстоит объяснить исследователям. Пойдем дальше. И вот пример. Буквально несколько дней назад у нас же в обсерватории на астроферме Таня, один из соавторов красивых фотографий, которые я еще вам покажу, сняла остаток сверхновой, который сейчас имеет блеск примерно в 18-ую звездную величину. То есть он уже практически ослаб в тысячу раз по сравнению с тем, как было год назад. Еще одно открытие вот этого года, это одно из последних, сверхновое, вернее, новое созвездие Лисички 2024. Мы ее заметили 29 июля. Тут нам очень повезло. Опять же, была гонка с японцами. Сейчас на следующих слайдах вы увидите. Очень быстро подключились научные сотрудники МГУ. Вот эта кривая блеска, построенная на телескопе в Кисловодске, в фильтре В, видно падение. Но видно, что точки почему-то как будто бы разбросаны, как будто бы не очень точное измерение. В реальности измерение имеет очень высокую точность, значительно более точно, чем они расположены даже. Но вот эта разбросанность, разброты, шатания точек потом стало понятно, откуда берется. Дело в том, что если построить очень подробную кривую блеск, это уже Американская Ассоциация переменных звезд, наблюдателей, тут десятки, если не сотни людей наблюдают, то мы видим, что по правде раз в неделю кривая блеска утухающей новой лисички показывает периодические вариации. Опять же, природу этого явления мы не знаем. Второй вариант, я вам первый говорил о том, что это может быть световое эхо, а второй вариант, что появляется мощный солнечный ветер у одной из звезд, скорее всего, это белый карлик, который находится рядом с красным карликом, и он своим солнечным звездным ветром в данном случае периодически натыкается на какие-то волны материала и создает вот такое вот излучение. Стоит 96 на 24 градуса, и в итоге, наблюдая каждую площадку примерно по месяцу, это 27 дней, космический аппарат за два года смог покрыть все звездное небо. Работает он с 2018 года. Чем примечательно, что программа продолжилась, она до сих пор работает, и совершенно случайно так совпало, что в тот момент, когда произошла вспышка новой лисички, которая вот произошла сейчас, космический аппарат ТЭС смотрел как раз созвездие лисички. Прямо та же самая история, что повторилась со стерео. И вот тут уникальная ситуация, эксклюзивно для вас, по правде, этот график еще нигде не публиковался, его никто не видел, кроме буквально, наверное, четырех человек на всей этой планете. Это Килил Соколовский, который скачал эти данные со спутника, потому что он работает в Бостоне, это университет, который управляет этим спутником. Еще Саша из ГАИШ МГУ, я и вот моя супруга видела, и все. то есть вы буквально эксклюзивный материал видите. Надеюсь, что через несколько месяцев появится уже подробная статья, но что быстро мы можем сделать, какие выводы по этой кривой. Во-первых, мы можем очень хорошо оценить рост блеска, вспышки новые в процессе именно сразу после начала взрыва. Одну звездную величину новая прибавляла за три часа. Также еще видны вот эти небольшие колебания яркости, они реально физически присутствуют. Это не ошибка измерений, потому что точность измерения этого инструмента составляет сотую долю звездной величины. То есть она рассчитана на поиски экзопланет. А тут колебание составляет десятые доли звездной величины. Ну и еще стоит обратить внимание, что в данном случае японцы нам сообщили, что в 12 часов по Юте они не видели объекта с проницанием до 14 звездной величины. А мы открыли объект примерно через 8 часов после них с блеском уже 12 звездной величины в той же самой площадке, куда смотрели японцы до этого. И можно как раз прикинуть, что за 8 часов с учетом этой скорости дельта по звездной величине должна составлять как раз 2,5 звездной величины. И если 2,5 прибавить к 11 и 2 десятых, то как раз получается проницание плюс 14 звездной величины. То есть чуть-чуть японцам не хватило, чтобы открыть нашу новую лисичку. И буквально 1-2 звездные, 10-й звездной величины. Окей. Оно вот тут красным, я надеюсь, вы догадались, это момент, когда мы открыли. Единственное, что тут показано, у нас блеск в фильтре V мы открыли 11-е, а тут фильтр I в нем более ярко выглядит объект, потому что он был красным. И мы вот открыли на моменте очень быстрого роста. Важный вопрос, который был решен буквально сегодня ночью, я вот когда летел к вам, то скачал последние астрометрические данные нашей новой лисички и мы смогли определить точно, где находится прародитель. Дело в том, что вот очень слабая звездочка, 21-й звездной величины, на снимках спан Старса видна, с точностью до 0,06 угловые секунды, это практически абсолютное совпадение, совпадает с астрометрией нашей звезды. Поэтому мы можем точно сказать, что амплитуда яркости вспышки новой лисички составляла 12 звездных величин. Это в переводе на обычные числа составляет примерно 60 тысяч раз. Она поярчала всего лишь за несколько часов от ее спокойного состояния. Еще стоит обратить внимание, что новая лисичка оказалась очень красной. Это, скорее всего, указано на то, что между нами и ей находится огромное облако пыли, которое поглощает газ. Еще один объект, с которым мы работаем, это Т-северной короны. Я думаю, все слышали о ней. Мы с нетерпением ждем, что произойдет вспышка этой яркой повторной новой звезды. Она до этого вспыхила с шагом в 80 лет, в 1866 и 1946 году. Но год назад, вернее, в конце 2023 года нас будоражила всех статья. Брэдли Шефер написал о том, что он обратил внимание на некое падение яркости за год до вспышки в 1946 году. То есть, в 1945 году он увидел на фотометре маленькое падение яркости. и то же самое он увидел в свежих данных. Сейчас, я надеюсь, переключится. То же самое он увидел в данных АВСО, что есть падение яркости звезды летом, вернее, где-то в начале 2023, даже летом 2023 года. И он сделал вывод, что через год, где-то летом 2024 года, должна произойти такая же вспышка, как была в 1946 году. То есть, шаг между падением яркости и вспышкой как раз где-то год, но может быть, даже чуть меньше. На основе этого появилось множество статей, и мы все с нетерпением начали ожидать, каждый день наблюдая эту область неба. Но вот прошло лето, и Т-северной короны у нас так и не вспыхнуло. Возможно, что Брэдли поспешил, и немножко всех нас заставило более внимательно смотреть еще за год, а может быть даже за два до момента вспышки Т-северной короны. Возможно, что она по правде по расписанию вспыхнет, как и предполагалось в 2026 году. Мы сейчас проводим постоянный патруль Т-северной короны, ее снимают две камеры, у каждой камеры стоит задача снимать в среднем четыре раза в ночь, то есть получается, что мы восемь раз в ночь постоянно снимаем эту область неба. Если вдруг Т-северной короны покажет повышение яркости хотя бы на одну звездную величину, то сразу же идет оповещение наблюдателя и после этого вы в том числе тоже узнаете. У нас есть, например, канал Astro Alert, если вы слышали, мы там пишем о разных событиях ярких, быстрых на небесной сфере, вот обязательно об этом событии мы там тоже напишем. Еще одно уникальное событие, которое мы пронаблюдали в этом году, это гравитационное линзирование. Что это такое? Дело в том, что по теории относительности все пространство искривляется гравитацией, поэтому если у вас есть какое-то массивное тело, например, звезда или планета, то она вокруг себя за счет гравитации будет заставлять двигаться непрямолинейно свет и может в некий момент сыграть роль линзы, которая сфокусирует изображение на наблюдателе и тогда вы увидите увеличение яркости какой-нибудь звезды, которая окажется на одной прямой линии с линзирующим объектом. Собственно, это и называется гравитационное линзирование, но чаще всего даже микролинзирование в тот момент, когда у вас участвуют какие-то маленькие тела. Если вдруг у вас кроме того, что присутствует планетная звезда, а еще вокруг нее вращается планета, то планета играет роль дополнительной линзы и вы увидите дополнительный острый пик, который будет очень кратковременный, но сильно заметный даже с любительскими средствами. Обычно, когда мы ищем экзопланету, нам нужна точность измерения тысячные доли, минимум сотые доли звездной величины, а тут вам достаточно будет увидеть просто резкое повышение яркости на одну звездную величину. Это доступно любому любителю астрономии, даже с помощью бинокля. И вот в расчете на подобное событие мы совершенно случайно увидели объект. Наша автоматическая система заметила 31 августа, то есть это буквально две недели, три недели назад, что звезда в созвездии Орла, которая раньше имела блеск 14 звездной величины, подняла свою блеск до 11 звездной величины. Когда мы залезли проверять известен ли этот объект, оказалось, что обзор Ассасин уже заметил повышение этой яркости звезды, то есть он присылал обозначение, открытие было не за нами, но робот никогда не может точно определить физику этой вспышки. Поэтому, посмотрев на кривую блеск, Кирилл Соколовский понял, что это скорее всего не катаклизмическая не вспышка новой звезды, не сверхновая, потому что до этого она себя в течение многих лет вела спокойно, никаких переменностей не показывала, и было видно, что она очень резко повышает, но при этом перед этим был плавный подъем. Стало понятно, что скорее всего это гравитационная линза, и мы начали ее постоянно снимать. И вот тут видно, как достигается пик, он был достигнут примерно 6 сентября, и потом плавное падение. И вот на этом плавном падении видно одиночный пик, который соответствует 12 сентября, то есть буквально неделю назад было резкое поярчание и обратное падение. Сейчас у нас есть только предварительные данные, дело в том, что у нас параллельно с камерой поисковой работает телескоп, который делает высокоточную фотометрию на телескоп ЕД, там сотни кадров, они будут обрабатываться еще в течение недель, месяцов после этого момента, там никакой спешки нету, и вот тогда мы сможем понять, увидели ли мы экзопланету рядом с другой звездой. То есть еще раз напомню, что наша первоочередная цель, наблюдая микролинзирование, было заметить вот такой вот резкий всплеск. Вроде бы он есть на первичных данных, это тут шаг очень большой, иногда есть провалы в дневное время, но вот тут в ночное время высокая вероятность, что мы могли поймать это. Посмотрим это, буквально через несколько недель, месяцов мы узнаем ответ на этот вопрос. Так, у меня еще пять минут есть, так что что-то я успею рассказать. Еще один объект, правда открытый давно, в 2006 году, это была вообще первая переменная звезда, которая была открыта мною вместе с Тимуром Кричко. Мы ее причем назвали так, Варкака, это переменная Кричко-короткий, открыта, причем она была в ночь перед затмением, 29 марта 2006 мы готовились к затмению в районе Кисловодска, а спать не хотелось, поэтому вот во время наблюдения мы открыли переменную звезу среди ящериц, которые показывают резкое падение. Стоит обратить внимание, что это необычный объект, даже среди катаклизмических звезд, возможно, это является промежуточным поляром. Это звезда, у которой есть мощное магнитное поле, белый карлик, и аккреционный диск рядом с белым карликом разрушается и перетекает уже по магнитным линиям. Точного подтверждения, что это именно промежуточный поляр у нас пока нет, и мы смогли скачать и увидеть, что переменная звезда жива-здорова, с очень высокой точностью смог космический аппарат померить ее кривую блеска, и мы увидели, что она переменная не только в том, что в затмениях, но и в спокойном, вне затменном состоянии вы увидите огромный разброс точек. Это в течение 27 дней такая переменность у звезды в спокойном состоянии. Вот тут она показана и хорошо видна. нижняя точка это затмение, верхняя это вне затмения. Вы видите, как она на целую звездную величину вот так вот меняется в течение 27 суток. С чем это связано? Точного ответа пока еще нет. Мы открыли множество карликовых звезд, три штуки за один год. Это не так интересно. А теперь немного статистики о наблюдениях. Вот так вот распределены плохие ночи за этот календарный год. То есть тут обратите внимание, что это ночи, когда не было наблюдений. То есть у нас самый худший месяц это выдался март. 18 ночей без наблюдений. Лето, осень очень хорошо. И вот сентябрь тут написано ноль ночей. То есть у нас все ночи наблюдательные. Но по правде я эту лекцию делал вчера. Сегодня произошла первая ночь без наблюдений. Во-первых, меня не было в обсерватории. А во-вторых, было много облаков, поэтому мы не решились открывать. Вот, кстати, тут присутствует Оля Смолянкина. Она у нас среди наблюдателей. Я надеюсь, она нам будет помогать и наблюдать периодически. Даже если я тут без связи. Поэтому Оля будет поглядывать за меня, за обсерваторией сегодня и ближайшие дни. Окей. Вообще статистика очень хорошая. То есть всего из 260 дней всего 77 дней без наблюдений. Ну, тут я примеры привожу красивых фотографий туманностей, галактик. Дело в том, что мы занимаемся не только научной деятельностью, но также и астрофотографией. Тут комета Пунца-Бронса, которая была в марте этого года хорошо видна. Она галактика Подсолнух, если я правильно помню, или Вороний глаз. А это гамбургер в созвездии Льва. Галактика видимая Сребра. Это все снято на телескоп диаметром 20 сантиметров. То есть нужно понимать, что в идеальных условиях темного звездного неба даже с небольшими телескопами можно получать замечательные картинки. Это все снято с Земли, не из космоса, обращаю внимание. Приезжайте к нам на Астроферму Астроверты, потому что именно ваш приезд поддержит наше развитие и дальнейшие работы в области любительской наукоемкой астрономии. Спасибо за внимание. Друзья, Стас Короткий. Вопросы к Стасу. Стас Короткий. Стас Короткий. Спасибо. Спасибо за столь интересную информативную лекцию. И хотелось бы задать вопрос, который, может быть, не меня одного интересует или все знают. Но, тем не менее, почему японцы всегда открывают где-то там и мы с ними соревнуемся? У них не бывает плохой погоды или просто высоко так над облаками у них обсерватории? Меня слышно? Микрофон? Да? Ну, на всякий случай я вам могу поговорить, а мне за что микрофон отлично. Ну, тут несколько факторов. Дело в том, что главный плюс для японцев, это с востока от них находится Тихий океан. Это огромная часть нашей планеты по долготам практически наверное 40% от нашей планеты. поэтому получается, что если исключить Гавайские острова, то до вас в течение 8 часов никто не наблюдает небо. Соответственно, как вы видели, новые звезды очень быстро ярчают и всегда есть шанс, даже если кто-то в Чили или в Америке проверил, то к моменту, когда взойдет эта область неба над Японией, уже появится новая звезда. Это первое. Во-вторых, они очень трудолюбивы. То есть они по правде работают каждую ясную ночь и вы должны понимать, что японцы высокотехнологическая нация, они используют хорошие компьютеры, программное обеспечение, телескопы, усечивые очень сильно и для них это традиционное хобби на пенсии. То есть вот у нас пенсионеры ездят на дачу, а у них пенсионеры на пенсии открывают кометы и новые звезды. То есть для них это нормальное развлечение. Сейчас, конечно, кометы они открывают меньше, но вот именно в области новых среди любителей первую пальму первенства держат японцы за счет того, что вот перед ними океан, трудолюбивость и еще к тому же массовость, потому что я уверен, что на японских островах ищущих людей, просто я вижу, что фамилии постоянно меняются, то есть это не один человек, который работает, а это целая когорта, наверное, 20-30 человек. У нас в России ищут новые звезды только одна группа людей, это вот наша компания. Я не видел ни одного человека, который бы открывал в России, но есть еще проект профессиональный мастер робота-телескопа, это профессор Ляпунова из МГУ, они открыли одну новую звезду, но случайно, за все годы работы и у них особенность в том, что они наоборот очень глубоко роют, они открыли очень много сверхновых звезд, но они не ищут ярких объектов, они ищут наоборот слабые, далекие, сверхновые, а новые, это может быть только случайный продукт, а японцы, как и мы, наоборот, ищут яркие, доступные любителям объекты, поэтому вот такое распределение. Еще открывают австралийцы, но они на той же долготе, что и японцы, с большим преимуществом в южном полушарии, потому что там в связи с Стрельца, Скорпиона, Змееноса, там, где центр галактики, там вспыхивает 75% новых звезд, поэтому большая часть всех открытий там в южном полушарии. Лучше в микрофон, потому что мы транслируем. Можно пару сразу вопросов, да, каждый раз очень любопытно это послушать, насколько там все круто у вас развивается, я думаю, с каждым годом все сложнее называться любителем астрономии. Два вопроса, можно ли, во-первых, для всех там пояснить, что за электрофонный метеорит, да, и второе, есть ли какие-то планы, желания, или это не тот диапазон взяться за спектроскопию каких-нибудь транзиентов. Одно дело кривая блеска, а другое, если мы еще смотрим, а что же там внутри-то сидит, вот, мне кажется, это было бы очень интересно. Приключается уже обсерватория на это. Понял. Последовательно отвечаю. Электрофонные болиды, их так обычно называют, а электрофонный болид это явление, когда у вас летит метеоритное вещество в атмосфере, за счет входа в плотную атмосферу у вас образуется плазменная ударная волна перед электрофонным болидом, это модель того, как должно выглядеть, точно по правде ответа нету, и вот эта плазменная ударная волна, она обладает, видимо, магнитным полем, и она формирует некие электромагнитные поля, и на небольших расстояниях, порядка не более ста километров, вот в отношении Челябинского метеорита, там, где южная часть Челябинска была, он взорвался на высоте 30 километров, то есть, соответственно, в зените, у кого это было, как раз расстояние 30 километров, то на таких небольших расстояниях, видимо, происходит индукция электричества на металлических поверхностях, на проводах, на металлических предметах, и появляется такой соответствующий треск электрический, вы его, может быть, слышали, когда ходите под лэп, электрические сети, и вы должны слышать, там такой треск, как будто бы кротит, вот точно такой же треск появился, когда пролетел Челябинский метеорит, и его слышали только те люди, которые находились рядом с металлическими предметами, то есть, если вы стояли бы где-нибудь в поле, в лесу, вы бы не услышали такого, а вот рядом с автомобилем, с проводами, либо какими-то металлическими предметами, вот такой шум появился, и мы зафиксировали 20 сообщений из полторы тысячи, это, конечно, капля в море, но когда у вас это не одиночное, а вот прям групповое, и вы видите, что люди, сообщающиеся, находились в определенном радиусе, и они все указывали на то, что они находились рядом с металлическими объектами, вернее, мы им потом спросили, а были ли вы рядом с металлическими объектами, и они нам утвердительно ответили, из чего мы сделали вывод, что да, это электрофонный болид, и произошло то, что я вот только что вам описал. Таких сообщений по правде единицы, то есть мы знаем, я думаю, не больше 10 подобных событий вообще за историю астрономии, электрофонов событий, поэтому Челябинский метеорит удостоился такого вот внимания, в том числе и исследований. По правде там были множество вопросов, мы задавали вопросы, появились ли запахи, как вы ощутили на своем кожном покрове пролет в метеорит, то есть в прямом смысле слова у нас были сообщения о том, что люди получили ожоги. Те, которые были в Ежекамелинске, это юг Челябинска, там метеорит достиг блеска минус 30-й звездной величины, это получается в 12-15 раз ярче, чем Солнце, в полдень в Зените. А нужно не забывать, что ожоги у нас создают ультрафиолет, а Челябинский метеорит как раз обладал достаточно избыточным количеством ультрафиолета, поэтому люди, которые смотрели Челябинский метеорит там, на юге Челябинска, реально получили лучевые ожоги. И вот всю эту информацию мы собрали, обработали и удостоились того, что нас опубликовали в американском журнале научном. Второй вопрос про спектры. По правде, к нам мы взаимодействуем с профессионалами, естественно, публикации без их участия не проходят, мы не являемся теоретиками, мы пишем при взаимодействии с ними. Поэтому, естественно, они к нам приходят и говорят, ну, когда же, когда же вы перейдете на новый уровень, как вот вы спросили, и поставите спектрограф. Мы отвечаем, вот у нас через полгода ожидается ввод в строй наконец-то метрового телескопа, я надеюсь, я еще по правде в прошлый раз говорил, что он введен будет, но вот сейчас все откладывается, одну деталь ждем, это не главное зеркало, многие спрашивают, нет, это металлическая конструкция, ее не хватает, тогда мы соберем телескоп, и вот после этого на метровый телескоп, я надеюсь, мы поставим, но по правде для спектральных наблюдений не требуется супербольшая апертура, сейчас современные ПЗС-матрицы очень чувствительные, и можно простейшие спектральные наблюдения проводить даже там с 20-30 сантиметровыми телескопами, это больше вопрос технологии и возможности обучения, нам потребуются люди, которые будут готовы на себя взять бремя научиться обрабатывать спектры, я не умею обрабатывать спектры, по правде, и вряд ли у меня хватит сил отвлечься от административной работы в обсерватории, той работой, которой я занимаюсь вот сейчас, с транзиентами и перейти на спектрограмм. Если вы захотите, обращайтесь, пишите, мы вас включим в команду наших наблюдателей, например, на спектрограмм. еще вопрос. Я вижу руку. Либо вы можете оттуда с нами. Когда мы ее открыли, мы не знали, что мы ее открыли, то есть мы ее открыли по правде после затмения, когда вернулись и посмотрели с ним. Естественно, мы легли спать после съемки, чтобы выспаться перед затмением. Понятно. Вопрос такой. Нам два года обещают, что в крылье лебедя вспыхнет новая звезда. То есть сейчас там две звезды вращаются кукла друга, частота увеличивается, а значит, должны слиться, и у нас вспыхнет звезда, и лебедя немножко изменится. Вот следите ли вы за этим, и есть ли вообще какие-то прогнозы, когда это все-таки произойдет, уже год заканчивается, второй год заканчивается, и ничего не вспыхнуло? Я слышал про эту звезду, единственное, что я, к сожалению, не помню, какая у нее сейчас звездная величина. Если у нее звездная величина выше 14 звездной величины, то мы ее каждую ясную ночь снимаем, потому что у нас обзор покрывает все созвездия из Млечного пути, в том числе и созвездия лебедя. Если вдруг с ней что-то произойдет, то наша программа, естественно, нас предупредит об этом, если изменения больше, чем на звездную величину произойдут. Поэтому я точно могу ответить, что она сейчас слабее 14, либо у нее амплитуда меньше звездной величины. А чтобы точно ответить, мне нужно будет, к сожалению, залезть в базу данных, так я прямо про нее не знаю, но я про нее слышал, и у меня есть подозрение, что по правде было неправильно рассчитано период времени, который необходим для того, чтобы произошло слияние и вспышка этой звезды. Я помню, что там обещали, что туда года буквально, но, видимо, мы еще не дожили. Так же, как с Т-северной короны, было очень много шума поднятой из-за того, что она должна в этом году обязательно вспыхнуть до сентября, сентябрь уже заканчивается, ну, маловероятно, что в ближайшие 10 дней она вспыхнет точно. У нас еще один вопрос. Большое спасибо за замечательный доклад и за доходчивое разъяснение по поводу японцев. У меня вопрос такой. Вот часть вашей работы состоит в исследовании в открытии переменных звезд новых и по кривым блескам вы говорите, ага, это затмена переменных звезд, или это цифиды, ну, я так с потолка беру или еще что-то. А скажите, если вот взять статистику наблюдения вашей группы, других групп, не за год, а так, скажем, за четверть века или еще, были ли случаи открытия переменных звезд с каким-то новым типом переменности блеска? Или, может быть, не очень новым, но объектов, по которым была понята какая-то принципиально новая физика этого явления? Спасибо. Ну, я скажу так, что примерно раз в год находятся объекты, которые не имеют объяснения физики своего поведения, потому что именно типология переменных звезд уже более-менее уложена. Чтобы открыть новый тип, вы должны понять причину переменности и понять, что эта причина переменности никогда не встречалась. Вот что нужно. Такого уже практически мало вероятно. Мы видели пару звезд, которые открывал до нас АСАС, которые показывают просто непонятную переменность, но обычно их либо относят к неправильным звездам, но хороший пример, когда очень трудно было объяснить причину переменности, это Бательгейза. Все, может быть, помним, что она четыре года назад показала резкое падение яркости, и все начали говорить о том, что вот-вот она должна вспыхнуть как сверхновая второго типа, но реальность оказалась интереснее. Дело в том, что так как Бательгейза это холодный красный гигант, то он смог выбросить облако плазмы в направлении на нас наблюдателей, это облако плазмы очень быстро остыло, и в процессе полета, еще пока она не рассеялась, оно превратилось в твердую пыль, и эта твердая пыль просто поглотила свет, то есть сам физически Бательгейза не изменил свою яркость, светимость, просто между нами и Бательгейза появилось облако пыли, и вот это новый тип переменности, можно сказать, но одновременно и не стоит, потому что есть звезды такие же в северной короне, которые там не Т, а Р северной короны, которая антиновая, антиновая, это значит, что она нормально, 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 а потом резко слабеет, почему она резко слабеет, та же самая причина, что и у Бательгейза, только в более глобальном масштабе, у вас обрастает планета кожурой из молекулярных соединений, которые появляются при низких температурах, и эти молекулярные соединения очень эффективно поглощают свет в оптическом диапазоне, а что самое интересное, в инфракрасном оно прозрачно, и поэтому в инфракрасном R северная корона не переменно, а в оптике переменностина, и вот это облако накапливает тепло, и в некий момент оно так сильно разогревается, что это молекулярное соединение разрушается, и оно снова становится нормально светиться, то есть вот эти странные игры с облаками газа пыли, это вот что-то вроде нового, необычного, но по правде это нам уже известно десятки, если не сотню лет, просто как переменная звезда, и мы вот ей сейчас присвоили такую типологию, а так один-два объекта встречаются, которые просто трудно объяснить, но нету того, чтобы мы открыли новый тип объекта, который раньше никто не видел, как переменную звезду, вот так бы я сказал. То есть я правильно понимаю, что вот сейчас известно, наверное, несколько десятков типов переменной звезды? Я бы сказал сотни, сотни, да, очень много. это синонимич, несколько. Да, да. Хорошо, и значит нет надежды, никакого шанса на то, что появится и откроется. Не, я знаю один тип, который еще не нашли и никто не видел, если мы когда-нибудь увидим морзянку, идущую в оптическом диапазоне, там СОС кто-нибудь нам будет слать, это будет инопланетная цивилизация, это будет, я не знаю, там искусственная переменная звезды в оптическом диапазоне, такую сферу Дайсона еще никто не находил, скажем так. Вот это будет новый тип переменности. Но это теоретически предсказано, но мы не видели такого. Вот так вот. Хотя звезда типа Тоби есть, вы можете про нее поискать. Вот как раз она является одним из первых кандидатов на такую переменность. Как раз очень неправильная переменность. Таких звезд, наверное, две или три есть. сейчас в списке астрофизик, которые не имеют точно не имеют точно.